В общем, всем привет! Меня зовут Максим. У меня получилось познакомиться с частью народов, присущим в этом зале минут 10 назад. Я повторюсь, я лет 7 в IT, года 4 я в DataArt в киевском офисе. Я разработчик. Я так понимаю, что в основном в зале сейчас присутствуют так или иначе опсы. Мой доклад ориентирован в первую очередь на разработчиков, но я постараюсь его, несмотря на то, что слайды могут быть в сторону разработчиков больше, но постараюсь его переориентировать в процессе, чтобы быть максимально полезным широкой аудитории. Пару еще слов о себе. Я последние три года на Node.js в основном разрабатываю, но так или иначе меня привлекают какие-то от отдельного проекта активности, то ли пресейл, то ли еще что-то, где требуется время от времени быстро что-то сделать, показать, смотреть. То есть иногда задача даже не столь воссоздать какую-то крупную нагруженную систему, а здесь иметь какой-то, показать какой-то костяк системы, как она может там вот, вот сейчас что-то есть, вот так она работает, но чтобы те практики, которые с самого старта проекта были, чтобы они были классно стадируемые и не имели детских ошибок, там, вот там, лог-ротейшн или еще чего-нибудь. Ну, в общем, да, приступим. То есть всем... Суть доклада в том, что вот есть определенная там компания, ей требуется какой-то программный продукт. На самом деле, ей не требуется код, ей требуется какая-то фича. То есть сам код не несет вообще никакой ценности для компании. То есть она хочет, чтобы у нее там, допустим, что-то работало. Часто разработчики думают, что вот все, что требуется компании, это написанные строчки кода, и много кто не думает, что делать, что происходит с кодом потом, когда он там стартует в продакшене. Часто у разработчика даже нет доступа до продакшена, он не знает, как это все там разворачивается. То есть есть какие-то там internal, какой-то internal, local, internal, там, dev environment, stage environment. Тут еще есть какие-то доступы там у TeamLead, там продакшен может быть совсем закрытым. И вот есть недопонимание того, как можно на низких environment строить приложение так, чтобы в будущем человек, который, собственно, будет это все масштабировать, настраивать и прочего, то есть как это все делается. Вот там классический пример, вот иногда там кто-то общается, блин, это конечно single-patch application, что там оно строит, задеплойт. На самом деле даже под деплоем single-patch application скрывается просто действительно серьезная рутина. То есть есть какой-то source-код, к нему требуются какие-то dependencies, это все как-то фетчится, там, как-то кэшируется, делается build step. Дальше что, собственно, происходит? Ну, это где-то произошло там, это все еще дальше требуется, потом каким-то образом на машину, собственно, сервер пульнуть. Окей, это все как-то там идет, затем идет подмена новой старой версии, ну и как-то что-то за этим еще наблюдаешь, все не упало и, блин, вот это все делается для того, чтобы поменять CSS. То есть ты созвонишь заказчикам, слушайте, давайте там вот этот блок сейчас скроем, мне срочно надо демо через пять минут. В моем там текущем проекте есть определенные сложности со скоростью деплоя, и это просто невозможно. То есть как бы я там в течение 15 минут только могу пропагетить изменения на сервер, и иногда это, типа, неприятно для заказчика, когда он хочет реально очень быстро. Ну, вплоть до, если там требуется для локального, для локальной разработки, для какого-нибудь там iOS аппликейшена, вот у них есть рестрикменты, то есть они могут только там по HTTPS работать, то цикл разработки этого всего будет затягиваться, когда придет человек и настроит это все. То есть это бывает неудобно и деплоить до сингл пейдж аппликейшена. Если все вот просуммировать, что вообще вот как, что я называю деплоем, деплое это такая функция, которая принимает на себя сервер, код, человеческий фактор и какая-то доля магии. В этом всем реально человеческий фактор играет весомую роль и иногда даже все классно с кодом, сервером, но что-то ты не так пошел, что-то ты не так задеплоил и все идет не в ту сторону. Ну и про магию, это все тулзы, все вещи, которые могут помогать человеку, который идет, ну собственно делать конечный деплой. Ну и чаще всего мы даже не догадываемся, что за этими вещами скрывается. Небольшой овервью за вот эти NLED, которые я развиваюсь и учусь, какие тулзы я использовал. То есть с самого начала делаешь ты какой-то на фрилансе сайт-визитку, ты такой классный все это сделал на локалке. А что дальше? Ты такой, блин, ну наверное требуется какой-то хостинг, ну ты берешь хостинг, там как-то заливаешь по SFTP и вот есть такая проблема, ты заливаешь по SFTP, у тебя может оборваться связь. У меня неоднократно такая штука была, у меня был дома нестабильный интернет и вот ты в процессе переноса своего сайта, в процессе деплоя, ты просто делаешь неконсистентное состояние от самого приложения. Да, там это может быть не очень важно в каких-то мелких проектах, но вот такие вот моменты, когда ты делаешь мейнтейненс окно и делаешь деплой, это в реальных проектах на сегодняшний день, я считаю, что просто никуда не годится. Эти вещи нужно так или иначе от этого уходить, поскольку это вообще не круто в 2018 году. Что я дальше делал, потом вышел я за рамки каких-то хостингов, начал разбираться с сервером в целом, все это было Unixstack, как-то там разбирался, вот то все, ну я понял, что можно там запойти по SSH, можно там каким-нибудь zip передать, потом разархивировать, потом еще, ну в общем стал развиваться в эту сторону. Потом какие-то я написал себе алия скрипты в башне, чтобы это удобнее было себе деплоить. Потом понял, что есть дофига каких-то классных external tool, которые можно заюзать для деплоев, ну у них есть все и нюансы. Потом можно заюзать докер, чтобы унифицировать это все с разработкой и вот с допустим там сервером. Ну и вот последняя строка, это какие-то модные стильные молодежные вещи, хироку, доку, serverless, say it now, вот это стильные модные молодежные штуки, но мне в последнее время вот хочется работать именно с такими кулзами, то есть небольшое такое говорю, то есть я работаю в проекте, и у нас за три года Ops был парт-таймом и часто он решал крупные инфраструктурные моменты, и вот ты себе такой там бэкэнд-разработчик с классным пониманием SQL-а, кеширования и прочее, но ты сталкиваешься так или иначе в жизни вот с какими-то там проблемами в духе load balancer the leap или еще что-то, то есть я так или иначе с этим сталкивался. И вот эти вещи, я понимаю, что даже если бы у нас был фулл-тайм человек в этот момент, ему тоже пришлось бы с этим всем сталкиваться, и иногда для приложения, которое находится в этапе стартапа, мега-крутая классная инфраструктура, которая занимает просто космический корабль, просто вообще не нужна. Им требуются просто какие-то вещи, которые позволяют минимуму достичь, и вот последняя строка как раз про это. Поскольку у тебя могут быть в аппликейшене какие-то депенденсии, которые написаны не очень хорошими людьми, которые своруют твой environment перемены, но поскольку они доступны широкому окружению, то есть есть другие способы давать конфиг к окружению, но в мире разработчиков очень любят создать файлик, в репу его и на сервер. То есть у тебя как бы весь твой код, он вместе с конфигом живет. Это часто встречающаяся практика, я советую как-то, если в вашем проекте такая штука встречается, стараться объяснять, что вот можно там код должен быть один, а вот этот ты код можешь там на разных партнерах разных environment, то есть код универсален должен быть. Ну, другие вещи, как все, что запущено, должно быть стейтлесом, то есть эти вещи позволяют использовать тулзы, которые качественно поднимают весь пайплайн разработки, и я, наверное, сейчас не буду их раскрывать полностью. Какой-то вечер я уже задолбался с сетапом, то есть мне там требуется какую-то маленькую страничку сделать с каким-нибудь маленьким небольшим крадооперейшн для сохранения информации о юзерах, и ты такой вроде тебе сделать, вроде бы осталось мало, блин, все сервер настраивать, все это. Я как-то нашел Хироку платформу, в двух словах про вообще платформу, это в каком-то смысле platform as service, она заменяет все, вот весь выбор того, что ты перед стартом какого-то вот сингл пэч аппликейшена с каким-нибудь бэкэндом, какой, где тебе машины там брать, там, в Амазоне, Азуре, Google, там, какую операционку выбрать, какую базу выбрать, как тебе роутинг настроить, как тебе логирование, как мониторинг, как архистризацию делать, то есть все вот эти вопросы, они теперь вот таким образом запаковывают, ты просто деплоишь, будь ты менеджер сразу из консоли и скейлишь прямо из коробки. Ну, я сначала подумал, да, нет, такого не бывает. На самом деле бывает. Действительно, контору купил Salesforce, живет она классно, в целом ребята крутые, зарабатывают свои деньги, и это все стоит того. Как происходит типичный деплой? Я сейчас покажу, то есть это общение с сервером происходит прямо-прямо через гид-интерфейс, то есть пушится код, и сервер, то есть в конечном итоге само Хироку делает все степы билда, для того, чтобы заранить, и что немаловажно, от чего я просто тащился, я даже как-то так до этого с таким не сталкивался, подмена контейнеров, когда у тебя есть и старый одновременно работающий, и новый. Новый поднялся, прошлись, прошли хелсчеки, и затем со старого дрейнется коннекшен, и когда все классно, переключились на новый, старый еще работает, прошло время старый погасился, и в конечном итоге зеро даун тайм. Я был в восторге, короче говоря, когда это все увидел. Вот приблизительно я такой вот был, я вот так и сделал перед компом. Чуть-чуть больше деталей, если кто-то, в принципе, не сталкивался. Все это основано на билдпаках, билдпаки можно переиспользовать, они в опенсорсе. В нашей компании я рассказывал про так и так билдпаки, а, да-да-да, мы юзаем билдпаки, то есть без Хироку сами билдпаки юзаем, ну, круто. Я не знаю, могу ли, могу ли, наверное, стоит объяснить, что такое, то есть дает опцию развернуть какое-то стандартизирование, там, Python-приложения, без написания, там, Docker-файла. То есть ты говоришь, блин, я разработчик на Python, я хочу задеплодить приложение на Python. На тебе, вот тебе контейнер. Подключаются и доны из коробки, то есть требуется тебе, как сервис, хранить что-то в Монге, на. Требуется тебе Redis, на. То есть ты это как бы не поднимаешь, ты платишь таким же platform-as-a-service, подключаешь это все, инклюдишь в свое приложение environment-ременными, и все крутится вот тебе буквально сегодня. Это настолько круто, мне реально очень понравилась эта штука. Другие вещи, это более комплексные штуки. One-click-апс у них есть. Требуется онбординг-пейджа, там, допустим, Монобанк, надо было собрать тестером им. Тест, ну, те, кто тестирует само приложение, они распространяют приложение через тест-флайт, ну, как, допустим, на iOS. Требуется собрать почты, чтобы потом разослать. Это чтобы автоматизировать, сделая, ну, ты в сайте вставляешь свою почту, и затем BAMPS тебе потом прилетает приглашение в сайте, ну, распространяется. Это круто. Но есть один момент. Это цена. Реально говоря, в четыре раза дороже, чем Amazon. И хочется хероку на Amazon в четыре раза дороже. Сверху список типичных пилдпаков, которые разворачиваются прямо вот без пинка. Просто ты указал. Ну, там, для той же ноды есть, ну, самоопределяется контейнер. Ну, в общем, сверху совсем крутые, снизу 4200 пилдпаков, напиленные комьюнити, которые там create react app, а, просто подключил, указал пилдпак, и оно крутится. Платформа живет и развивается. Работает, быстро, классно, дорого. Затем, я такой думаю, блин, ну, это, конечно, все классно, а вот если тебе требуется как-то владеть сервером чуть побольше, если тебе не разрешает каким-то образом либо деньги, ну, хочется просто поиграться. У тебя есть свой форум для любителей котов, которые ты хочешь просто поддерживать, обновлять и не париться. То есть, Hiroku классно и удобно, и вот это все скрывается. Тебе не хочется, хочется на своем. Что-то, если свое, и я нашел совершенно случайно, но в DigitalOcean, там был OneClickups, я, собственно, погуглил, что это такое, и это реально классная платформа. Что они сделали, ребята? Они Blackbox-ом переписали платформа Hiroku, именно Core-функционал. Факту это пост-коммит хуки, которые триггерятся, ну, запушил код, триггерятся пост-коммит хуки, делается pre-build-step этого приложения, все, что требуется, потом все те же степы, которые в Hiroku происходят, one by one происходит, и в конечном итоге тоже делают подмену контейнеров на джинсе. То есть, как в Hiroku она сделана, не знаю, как подмена контейнеров, это сделано, но вот, это набор open-source lib плюс bash-скрипт, который, буквально в первой версии, которая вполне себе работоспособна, это было 100 строк. Я отмотал там, в GTA, посмотрел, круто. Поддерживаются, реально быстро развиваются, наверное, даже сейчас уже выше версия, не 12.6, а там где-нибудь 12.7 или еще что-то. И чуть-чуть, вот, как оно уже происходит с доку, ну, на самом деле, так же само. Тот же степ, тот же пушится в репу, внутри доку, тоже делается билд, кэшится dependency, сетятся environment переменные, hot switch портов, дренятся connection, и тадам, все это сдеплоено. И я такой, блин, вот оно, то есть, какое-то у меня количество есть, ну, не то, что лекции, старых сайтов, которые я поддерживаю, я их все попереводил, ну, а нет, PHP сайты все попереводил на доку, и требуется мне резко там какое-то изменение, бэмс, он тебе запушил, все работает, то есть, не требуется копировать это по SSATUS, или там, по SFTP, или еще как-то, то есть, все, вот, для меня, как разработчика, гид, это инструмент контроля версии нервирования кода, и этот же инструмент я использую для того, чтобы перенести изменения в реальный сервер, то есть, это было, реально, для меня, классно. у доку есть плагины, вплоть до Let's Encrypt, который просто установил из коробки, вот, просто сказал, натравил на какой-то контейнер, говори, пожалуйста, установи мне там SSH, sorry, HTTP сертификат, тебе требуется, там, есть Slack в команде, вот, пожалуйста, установи адончик, нотифицируешь Slack о том, что ты задеплоил изменения. Часто бывает, там, QA спрашивают, ну, это прям вообще вопрос, там, ты уже обновил тот или иной другой environment? Нет, еще она деплоится. А когда она деплоится? Ну, тебе напишет робот, вот, такие вот маленькие вещи, они несут пользы, там, клиенту, сложно объяснить, каким образом это все плюшки, но это реально очень быстро повышает скорость разработки, и потому, мне кажется, что эти вещи, все, что убыстряет разработку, все эти вещи крутые. Все требуются для того проекта сегодня Redis, установил адон, поднял контейнер, нужно тебе версии Redis, связал с своим приложением, оно работает, потом, если требуется, вы уедете в какое-то там, MongoDB, у вас будет реплика set, или еще что-то, то есть, это будет для контейнера те же самые связки через environment переменные, и весь тот же контейнер ты свяжешь не через плагин с какими базой данных, с каким-то верхним хранилищем, и для кода это будет все то же самое, ни единой строчки кода не надо изменить, вот эти вещи мне нравятся в таких подходах. Я думаю, что я в конце, у меня есть идея показать, то есть, как это реально там, ну, поднимается, разворачивается, я в конце своего деклада покажу. И вот, ну, доку, то есть, доку имеет ограничение, что это только на одном сервере работает, то есть, тот спросит, а вот что-то есть ли покруче, да, есть, конечно же, покруче, Flynn, Flynn, ну, не форк, а доку, но они пошли дальше, ты несколькими серверами с таким же самым опытом управляешь через Git. Ну, дальше уже вещи, которые, я думаю, наверняка большинство народу мне расскажет, как это все работает, через Kubernetes, через Days Workflow и там Swarm докера. И вот вместо заключения, вот сейчас начнутся слайды, я бы хотел сделать какие-то акценты на том, что стараться делать приложения без подвержения коррозии, так сказать, вся, весь Instruction должен быть mutable, то есть, как Redux в React. Все сервера, ну, в реальном мире, конечно же, требуется, есть проекты, где требуется поднять свой сервер, его контролировать, ну, покупать и уменьшить батарейки, ну, в большинстве случаев это все виртуализировано, нужно научиться правильно виртуализировать, нужно уметь понимать и в этом разбираться. И, что самое важное, автоматизировать весь pipeline, то есть, стараться уменьшать влияние человеческого фактора, поскольку, мы разработчики, ну, вот если есть опция где-то затупить, я вам обещаю, ну, это произойдет. Чем меньше свобод дается, как затупить, вот, тем круче. Научиться понимать, вот, если есть какое-то приложение, оно каким-то остальным миром контактирует, приложение должно весь остальной мир встретить, как определенные сервисы, подключить сервис Монги. То есть, это не должно быть какого-то хардлока, что на localhost, на 27017 или каким-то еще способом. То есть, должно быть интерфейс, который, если круто, через наваренный переменный или каким-то образом через конфиг тридцится в приложении, и тебе неважно, каким образом они хранятся, ты просто хочешь через этот API сохранить какие-то данные. Само приложение не должно в себе хранить логи, оно не должно там знать вообще, куда эти логи делаются. То есть, часто заказчики, которые 20 лет назад программировали, говорят, елки-палки, ну, так давайте вы, где же там какой-нибудь AWS toolkit, давайте вы запишите в какой-то конкретный CloudWatch стрим какую-то информацию, зачем вам вот это все. То есть, нет, это все идет никуда, и это есть негативные примеры такого использования, о самом логировании приложение должно максимально ничего не знать. В принципе, то, что я уже сказал, вместо вот no part, это не велосипедить со всей инфраструктурой, то есть, конкретно в моем случае, вот тот негативный опыт, у нас есть серверы, которые, в принципе, их невозможно скейлить по причине кода, и они стоят за лоуд-балансером, они, еще там каскад всего стоит, которое не нужно, и сегодняшний день стоит денег это все убрать, поскольку по чуть-чуть по крупицам что-то используется, но оно было не нужно. И это изначально было настроено классная красивая картинка, которая не нужна. Эти вещи просто билятся, кто-то деньги теряет из-за этого. Какие-то хаки инфраструктурного уровня в духе, как попасть, если там заводлищенный IP-шник в какой-то внешний сервис, и это должно быть прозрачно, то есть, должна быть какая-то инструкция, как это все делается, если пересоздать environment, не требуется очень все по-хитрому делать. Ну и из ESPART стараться и разработчикам учить этому, и самому смотреть на вещи. Если есть опция научиться выкидывать машины, то есть, не держать себе машину в продакшн, которая верой и правдой служит NLED, вот, она была поднята, научиться выкидывать машины, создавать новые максимально быстро, и вот, если с первого раза такое получается делать, вот, как блок ухерок и делает, ты, изначально у тебя просто есть рецепт создания твоей машины, и по факту у тебя нету любви к той конкретной машине, на которой запускается код, у тебя есть просто рецепт, как создать из кода ту фичу, за которую заказчик платит, то есть, конкретно его полезные вещи, и из раза в раз запуская эту фичу, ты из раза в раз получишь эту фичу, и вот так оно как должно происходить, потому что, если, вот, о тех приложениях, которые я говорю, если их вектор создания выглядит как, давайте мы создадим сервер, на него будем патчиками заводить время, а, елки-палки, SSH, там сломался, как-то там все отваливается, наверное, время в рассинхроне, давайте сейчас конкретно на этом сервере установим синхронизатор времени, а на всех остальных не будем устанавливать, вещи должны быть централизированы, и этот рецепт должен поддерживаться. То, как я уже сказал, environment, вернее, это не сказал, то есть, 12-factor apps очень много делает упора на разности environment, это не зря делается, то есть, если требуется Redis для кеширования, то это вообще не круто, шарить его, даже если он классный и один, то шарить его с development, и с production, ну, вообще не круто. И если такое есть, то стараться отказаться, и в конечном итоге Redis можно на той же машине, где дев поднять. Собственно, наверное, у меня все в основной части, есть еще опция сделать доклад, но я думаю, что наверняка есть какие-то вопросы, если есть, давайте задайте, я постараюсь на них ответить. вопрос по поводу выбора хостера, допустим. Я так понимаю, во-первых, первый вопрос, а что вы в компании используете? Хироки, не хироки, АВС, какой инструмент и как вы деплоите? Второй вопрос, доки может это интересно и классно, но насколько сложно будет что-то кастомизировать именно? Вот, чуть-чуть поведение деплоя поменять или еще что-то, что-то очень кастомное, которое чисто для проекта должно. Ну, пока все. Первый вопрос, он довольно сложный, я постараюсь на него максимально быстро ответить. Я работаю в компании DateArt и, в принципе, мы аутсорсеры в моей компании N проектов, их там больше 500, наверное. Конкретно в моем проекте, если про это был вопрос, мы хостимся исключительно на АВСе. Ну, так просто исторически получилось, я на самом деле даже не знаю причин, почему это было выбрано, но я вполне доволен платформой. Мне не нравятся некоторые вещи, как заказчик думает, там, давайте здесь мы свое поднимем, там, RDS, да, а Redis используем АВСовский, то есть, ну, это уже вопрос скорее какой-то такой, другой. Был вопрос, типа, где мы хостимся, ну, допустим, конкретно в моем проекте АВС. Я думаю, насколько сложно Hiroki, ой, доки, именно, не, не так тогда. Используете ли вы докер, о доки для деплоя? Я так понимаю, нет, если вы наявите. В моем тиквод, в основном проекте, где я работаю, он в данный момент не используется. Вы только используете его чисто локально для себя? В целом, конкретно доку-платформа, она для приема кода, создания, по факту, поднятия докера за ним. То есть, сама платформа, это набор степов, которые создаст докер, виды, как, типа, прокси к докеру. То есть, локально я его не использую. То есть, в каком-то там свою какую-то подделку или еще что-нибудь, я поднимаю на доку, просто из-за того, что я прямо сегодня получу, условно говоря, задеплойный результат с зиру-даунтаймом и прочим. И вот опыт работы с доку для меня, как разработчика, дал понимание, как красиво организовывать свой код. То есть, я именно сейчас хотел бы сделать акцент, что, возможно, эти тулзы, как Хироку и доку, в реальном мире кто-то не будет использовать, но те подходы к построению программного обеспечения, они переиспользуемы и, ну и, собственно, важны. То есть, в моем основном проекте мы доку не используем, но, как бы, я бы пропагандировал для старта для мелких проектов дать команде, если нету времени, то есть, ты, опс, у тебя пять проектов, ты в партайме, у тебя стоит какой-то спектр задач для поднятия там окружения, какой-то команде, которая только стартует проект, можно дать доку, это сделает быстрый старт, люди сами могут себе выбрать нужную версию редиса, то есть, если ты махнулся, у тебя не было документации, что тебе поднять, ты используешь этот инструмент, дашь им возможность туда деплоить, по факту, по факту, доку, это просто программа обеспечения на какой-нибудь убунте тачки, нет вообще никакой лагии, кастомизация для реального проекта, ну, я думаю, что у нас еще время привести какой-то пример сложной кастомизации, я скажу, да или нет, в целом можно педалить свои билдпаки, их 5000, в принципе, можно еще это выбрать, можно свое написать, можно написать какие-то рецепты, вот если ты скачал депенденси, запусти потом этот башскрипт, потом этот башскрипт, после вот такого степа запусти этот башскрипт, то есть, ты можешь написать какие-то башскрипты и как-то кастомизировать, это прям вот в джейсончике пишешь там, apps, джейсон и пишешь. Хорошо, чем он лучше тех же самых Ansible, чип, папец и так далее, просто я так подразумеваю, что если человек apps, то у него есть какая-то гора или кучка своих уже готовых написанных сценарий на подобных системах, мне кажется, если надо что-то задеплоить, ты так делаешь, ну, довольно быстро собираешь пазлики, и мне кажется, это более гипче, чем привязываться болтами к доке или к другой какой-то херокке или еще чем-то. Это выходит более абстрактная штука, которую нужно задеплоить хоть на Digital Ocean, хоть на чистое железо, хоть еще на что-то. Давайте. Да. Ты говоришь сейчас немного о разных вещах, то, о чем ты говоришь, Ansible, Папе, это все configuration management, это приведение сервера, инстанса, неважно, к какому-то каким-то идемпатентным состояниям. То, о чем говорит Максим, это такой, типа, более упрощенный вариант того же Купернетиса, докер-оркист... Оркистрация, да, оркестрация докера. Вот. И как бы, ну, это абсолютно разные направления, понимаешь? Оркистрация, потому что это все-таки не разработчик настраивает, что пусть у него сколько такой работал, у него есть уже свои наработки. И он может что-то поднять, да, очень легко. И тот же самый докер поднять, но там не узнают, он всегда фиксов на деталь, ну, это очень просто, чисто докер такая. И что-то туда доклад. это будет более какое-то универсальное решение. Версия ноль, целая какая, то, что мы тоже стримаем, по крайней мере. У меня стримаем, допустим, что у фибольнитица там версты тоже странно, но к минимуму не по-моему не по-моему есть. Падали об зыр, довато, об зырате, это в общем не салатуре, да. Я думаю, как верную точку ответом сказать, у меня был позитивный опыт рассказа, я человеку, iOS-разработчику посоветовал Хироку для его стартапа, и в конечном итоге чувак сам разобрался без привлечения сторонних ресурсов, ну, в конечном итоге там, как бы стартап дальше развивался, то есть он мог показать демку, да, то есть человек, который не имеет опыта, у него нет этих скриптов, он сегодня пришел, говорит, ребята, дайте мне, чик, готово. Давайте, наверное, тут другой вопрос, вот, вот, сори, ну, я запомню. По поводу Хироку вопрос, ну, вот, вы кастомные домены в Деплойре, да, вот, в Дешепродакшн, да, то есть там домен, в принципе, хирокуапс, очень какой, ну, кастомный, нужно перенять сейс-постингом? Ну, конкретно в Хироку, ну, прям, из консоли, говоришь, ребята, я хочу кастом домен, говоришь, ну, делегируй, мне надо запись и все. Да. Спасибо. Да. Хироку или Доку? Нет. Типа, ну, у меня есть, в принципе, скринкаст, правда, сегодня, по какой-то причине, меня, это заняло больше 20 минут, чем я хотел, поэтому я, наверное, из готовых частей покажу, то есть, возможно, давайте, я после вопросов это сделаю, можно не будет шагать режим. Максим, дякую за доклад. Такое питание. С доставкой кода на серверы пишу на все понятно. А как идет доставка переменных окружений? В частности, вот, систем А-варировал. Где-то локально-сторитесь, а потом для депло, для конкурирования окружений. Ну, давай я буду разграничивать, то есть, в Heroku у них есть свой дешборд, и, собственно, через браузер ты устанавливаешь конкретное приложение, конкретные переменные. Есть у них state management, что вот этот человек может их редактировать, этот может смотреть, то есть, ну, у них реализована система прав доступа. Если говорить про доку, то выглядит это так. Все, у кого есть доступ SSH к машине, к доку, могут, в принципе, через консольную, допустим, доку config set ключ значения установил, и, там, вот все, вот как-то так. То есть, конкретно, кто имеет доступ SSH к машине, тот, в принципе, может устанавливать через command-line интерфейс. ну, в целом, то есть, вы, вот, можно поступить, как, зашел, ну, там, от, какого-то пользователя, говоришь, док, создай мне драфт какого-то приложения, назовем его API, значит, iTunes секрет будет такой-то, ты еще даже кода не задеплоил, установил, ну, все инварные переменные, а потом разработчик в репу запушил код, и у него те инварные переменные подвязались под каждый деплайл. Привет. Смотри, на своем слайде последнем ты говорил про есть там, какие-то пункты, там было визибилити. Интересно. с Хероку понятно, там есть дэшборд, а как обстоят дела с доку? То есть, единственное, что я услышал, это была слайк интеграция, там, какие-то нитификейшны, но, если просто хочется оценить, вообще, что происходит на твоем сервере, есть какие-то примеры? Может быть, какой-то дэшборд, который ты кастомный можешь, как плагин поставить, или еще что-то? В принципе, нет, но у них есть эдоны, если даже не ошибаюсь, с New Relic, эдон есть, то есть, ты можешь подвязать, и будет сбор статистики сразу с New Relic. То есть, она как бы, ответ да, конечно, вот готово, но New Relic где-нибудь стоит. небольшой момент, я здесь имел в виду, что, ну, конкретно, чуть-чуть был другой момент, что разбивать всю архитектуру на visible части, там, не visible части, то, о чем ты обратил внимание, но, я надеюсь, я ответил на вопрос. Есть еще вопросы? Тогда я сделаю небольшой deploy. то, что я, наверное, сейчас покажу, будет выглядеть приблизительно вот так, значит, нодэ, то есть, есть какой-то код, он очень простой, есть какая-то страница, там на ноде что-то написанное, и задача, как из вот этого кода получить какой-то продукт, ну, то есть, не продукт, собственно, это что-то полезное, как мы сказали, код не имеет ценности, а имеет ценность какая-то фича, которая полезна заказчику. Значит, я что-то свое в DigitalOcean, просто из причин того, что там дешево для меня, я поднял просто голую Ubuntu, в принципе, понятно, что степ следующий ее защитить, но вот с голой Ubuntu затем собственно, прошел степы установки в GOKU, то есть, такая краткая инструкция, которая работает копипастой. Я хочу обратить внимание, что, несмотря на то, что есть много опсов, часто разработчик даже, ну, ему это может быть сложным и иногда непонятным, но очень-очень много когда конкретно разработчик сталкивается не с продакшн-системой, а именно с девелопмент-системами, и часто ему что-то показать, то есть, какая-то демка зайдет заказчику, и демка может идти прям с машины-разработчика, что может быть не круто по N причинам, и с призмы того, что человек может поднять какую-то машину, установить туда программное обеспечение и провести демку, вот эти вещи полезны, и вот я из этой из этой бы призмы советовал сейчас посмотреть на доку. Окей, мы провели сетап установки, проблема в чем, что он занял минут 7, потому я решил это скипнуть, потому что просто сроки смотреть, то есть пам-пам-пам-пам. Доку, собственно, имеет команд-лайн интерфейс, и вот допустим спросим ли мы у доку есть ли что-то у нее сейчас, ну вот у нее есть help по апсам, мы спросим у нее лист, наверное она скажет, что у нее нет апсов, мы попросим затем, ну мы только что создали типа драфт того, в чем мы могли записать ну собственно какого-то приложения, которого если мы запушим код с такой меткой ноды, оно подымет субдомен в предустановленной предустановленном домене, который я ему скинул для доку и давайте в этом просетапим какую-то environment переменную доку конфиг так, я прошу прощения, что будет мелко, но зато я хоть почитаю значит set up ноды сетап environment переменной проходит вот таким приблизительным образом, ты его наполняешь из деплой в деплой он живет, физически конкретно это environment переменной на каком-то файлике где мы находимся home dock собственно вот здесь вот здесь это environment примерно живет то есть никакой гигантской магии нет, но давайте допустим мы сдеплоем то, что я показывал в доку сейчас я посмотрю что у меня здесь в данный момент git config так так вышло что я вот вот здесь осетапил стараюсь увеличить боюсь нет в общем я что я сделал я просто указал remote remote cat dit вся интеграция моей машины в доку вот через вот этот интерфейс произошел. И я делаю git push доку, ну как ремонт и мастер ветка. Пока она деплоится, я хочу подчеркнуть, что это для разработчика настолько легко развернуть, что он может какие-то милстоуны в духе под каждый pull request поднимается приложение, человек может отдать QA команде, чтобы она посмотрела как тот или иное спа приложение, как тот css выглядит, то есть вообще вот под каждый чих за 3 минуты, ну или может больше, в зависимости от того, как там с интернетом, поднимается то приложение с тем же environment переменными и так далее. Именно вопрос того, насколько быстро и насколько автономно разработчик может поднимать эти приложения. я указал, ну вот, в package.json, ну, node-art, это как dependency там указывается, в package.json объекте 10-gins, в этом обжинсе, я сейчас покажу пока оно деплоится, там в принципе этот процесс занимает определенное количество времени. web, что не так? ah, cat собственно, я вот здесь указываю версию ноды и, собственно, сама доку установит именно ту версию ноды, которую я попросил. Но я могу сказать тот же npm, она мне установит тот же npm. Так. То есть initial deploy, он выкачивает все, все, что для него требуется, там, npm, node-а, что еще там я указал бы в каком-то buildpack-е. То есть, подчеркну, что может быть какой-то очень сложный buildpack, допустим, приложение использует и Python, и нода, и оно все по чуть-чуть и в каком-то одном, ну, как в контейнере, ты указываешь, что это такой buildpack, оно скачает и сохранит эти вещи. При следующем деплое просто этот степ он возьмет из кэша. Если есть какие-то dependency в package.json, так же самое установят. если они не будут меняться эти депенденции, возьмутся из кэша. То есть, несмотря на то, что это звучит как довольно простая задача, то, ну, комьюнити так или иначе поддерживает это и развивает. И не во всех проектах, в которых я сталкивался, у нас была такая магия, как иметь красивый pipeline с кэшированием депенденции. То есть, типа, степы, build-степы могут быть очень длинными. И вот такие вот вещи, они реально убыстряют разработку. Вплоть то, я могу попросить доку поднять что-то в бэкграунде, типа, какой-то не веб доступный, какой-то воркер. И она мне поднимет, ну, 2-3 пойнта я укажу, она будет знать, что в профайле я указал 2-3 пойнта, она поднимет 2 мне каких-то процесса. И вот мне она сказала, перейди по ссылке. Ну, собственно, я перешел по ссылке. Я хочу обратить внимание, вот это, это сервер, вот это все, я в name-сервере указал, что все, что будет вот в этом поддомене, все будет ссылаться на этот сервер, и в конечном итоге я имею такую магию, как плохо видно, там ноды .at.talk .fn .ppua И я могу поднимать какого-то, в принципе, условно неограниченное количество контейнеров там разных своих там и про сервисов, и они мне будут поддоменного имени сразу там подниматься. Ну, как-то так это происходит. Ну что, привет, ребята. Давайте начнем наш доклад. Хочу предупредить сначала то, что доклад состоит из двух частей. Первая часть это будет больше акцентировано на DevOps, больше на всякие там автоматизации и так далее. Вторая часть будет в основном про technical support, как происходит support, как это ребята делают и как у них это все дело настроено. Суть доклада в том, что меня зовут Андрей Садовский, я работаю в компании DTR DevOps. Да, точно. Суть доклада в том, что в принципе он может быть и должен быть интересен ребятам, которые занимаются настройкой, конфигурацией, автоматизацией и делают просто классные вещи для команд, для того, чтобы командам было удобно, хорошо и классно работать. Делают много вещей абсолютно автоматическими. Ну и также Влад, второй докладчик, расскажет о том, как происходит поддержка этого всего и что это будет в результате. Тема называется DevOps и Technical Support как сервис. Почему как сервис? Потому что есть всегда очень много проектов. Каждый из проектов требует всякие разные конфигурации инвайроментов, настроек и так далее. И в результате всегда приходят к ребятам, это либо программисты, либо DevOps, либо технические какие-то архитекторы, которые придумывают какую-то инфраструктуру, как оно должно работать. Но всегда можно найти какую-то инфраструктуру, которая будет совмещать себе всякие нужные вещи, которые в принципе могут подойти к большому количеству проектов. Ну и мы как бы решили показать тот стек технологий, который мы объединили и сделали с этого стека технологий такой себе сервис, который в принципе может использоваться в многих проектах. И в принципе этот сервис не требует каких-то особых изменений, потому что внутри него есть все, что необходимо для девелопера, для operations и для тестирования и так далее. Я немножко хочу рассказать о девопсе. Кто это такой вообще, кто это человек, чем он занимается. Очень много людей очень часто путают девопсов с программистами или там с админами и так далее, потому что так сложилось в нашей жизни, что девопс появился буквально не совсем давно, как профессия, грубо говоря, и туда приходили люди с разных абсолютно профессий, если так можно сказать. То есть это были и админы, и это были и программисты. Программисты больше разбирались например в ходе, они тащили свою часть и разбирались, там что-то настраивали, больше со своей стороны. Если это были админы, это была какая-то конфигурация, какие-то автоматические скрипты и так далее, и тому подобные вещи. Но по сути девопс это человек, который есть мостом между оперешнс и между девелоперами. Это человек, который должен предоставить какую-то автоматизацию и настроить это все таким образом, чтобы и те, и другие могли работать совместно, плюс добавить туда такие всякие нужные вещи, как тестирование автоматическое и так далее. Это кратко, чтобы было понятие, что я имел в виду. Начнем сначала с того, что такое Continuous Integration, зачем оно и как мы это видим. Есть у нас проект, в проекте есть какой-то код, с этим кодом надо что-то сделать, чтобы в результате увидеть какой-то результат того, что у нас есть, грубо говоря. Давайте начнем с того, что нам нужна какая-то система для хранения этого кода. То есть мы можем использовать любую систему контроля версии, которая нам абсолютно подходит, нравится и которую мы умеем использовать, любим и работали с ней. Допустим, это будет Git. Я думаю, о Git'е рассказывать смысла нет, потому что много людей, которые здесь находятся, понимают, что это за программа и зачем она. Вторая софтинка, которую мы используем в нашем стеке, это SonarCube. Всегда в всех командах разработчиков есть более опытные специалисты и менее опытные, я имею ввиду программисты, и всегда более опытным приходится делать всякие разные код-ревью, проверять код на какие-то баги и так далее. А SonarCube это программа, которая делает это за них. Да, конечно, это не панацея, потому что всегда может вылезти какая-то ситуация, какие-то проблемы, но он убирает все, что всякие простые проблемы, которые всегда это как текучка, грубо говоря, и эта софтинка может предоставить нам эти возможности. Это клево, я думаю. Следующая софтинка, которую мы используем, это Jenkins. Jenkins вообще является корнем нашей всей инфраструктуры, потому что он удобен, у него есть куча разных плагинов. Мы выбрали его, потому что он подошел нам максимально к всем нашим задачам, которые перед нами стояли. Да, естественно, есть еще аналоги, тот же самый TeamCity, например, пожалуйста, но мы выбрали его вот так. И Docker. Почему Docker? Ну, Docker на самом деле очень простое объяснение, почему Docker, потому что сейчас очень модно использовать всякие микросервисные инфраструктуры, ребята пишут свой код, запаковывают его в контейнеры и в результате эти контейнеры очень удобно поднимать в абсолютно разных местах. Как в предыдущем докладе рассказывали, что нужно поднять контейнер в каких-то системах уже готовых, построенных. Можно поднять этот контейнер прямо у себя на компьютере на своем ноутбуке, можно написать какой-то Docker файл и поднять вообще всю инфраструктуру у себя на компьютере. То есть это удобно, легко и не надо строить какие-то супер большие вещи для того, чтобы использовать вот этот наш код. Мы можем взять этот Docker контейнер и его юзать как нам надо. Как вот эта вся инфраструктура, о которой я только что говорил, эта связка программ работает? Есть у нас девелопер. Девелопер написал часть своего функционала, отправил его в гид. Дальше приходит задача к Дженкинсу. Дженкинс смотрит, что появились какие-то изменения в гиде. Он чекает информацию, если эти изменения действительно есть, он начинает триггерить две джобы. Первое это Sonar Cube. Она берет изменения, те, которые попали в гид и начинает проверять код, который находится внутри гида, то есть все изменения, которые отправил девелопер. Он проверяет эти все изменения и смотрит, если там все хорошо, окей, если плохо, то он просто-напросто отправляет репорт, пишет в гиде, в самом гиде в этой ветке, которую мы только что билдили, он снизу пишет в комментах сообщение, что типа у вас есть какие-то проблемы, пожалуйста, пойдите, посмотрите, у вас проблемы в том-то, в том-то, допустим, какой-то хардкод, пожалуйста, перейдите по такой-то ссылке и посмотрите где-то в интернетах, как правильно люди это делают, просто, да, конечно, это на деплойном результате не будет никак влиять, но в результате каждый девелопер сразу понимает, я что-то закоммитил, вот есть такая проблема, надо править, не надо, это уже другой вопрос, по сути. И вторая джоба с вот этими вот шестеренками это дилд. Сразу автоматически начинается дилд вот этого кода, который запушил гид наш девелопер. Также там, если девелоперы, и, конечно, не если это желательно, это must have, наверное, пишут интеграционные тесты, сразу там и начинаются интеграционные тесты, которые проверяют environment, доступность, как будет этот код с ним работать и так далее. И после того всего, когда этот весь процесс прошел, в результате пакуется докер-контейнер, и мы в результате получаем докер-контейнер с каким-то кодом, который уже внутри работает, и в принципе мы можем его использовать где угодно. То есть, где есть возможность поднятия докера, именно этого контейнера, мы можем использовать и смотреть, что есть внутри. То есть, в результате у нас получается какая ситуация. То есть, у нас девелопер пришел, написал код, отправил этот код в бит, и после того, завелась автоматическая система, которая сделала контейнер. И мы точно знаем, что в этом контейнере есть код, который будет работать. Может быть где-то какие-то и будут баги, но он будет работать, потому что прошли те же самые интеграционные тесты, которые уже проверили этот код на наличие каких-то ошибок. Прошел тест того же самого сонара, который предоставил информацию о том, что может есть какие-то баги и так далее. То есть, у нас уже есть более-менее рабочий контейнер, в котором уже мы имеем часть своего продукта, который мы делаем. Я объединил Continuous Delivery и Деклой потому что они очень идут близко друг с другом, особенно в нашей инфраструктуре. Давайте посмотрим, что я имел в виду. Опять же Jenkins у нас является главной системой, которая отвечает вообще за весь этот инвармент. Нам надо какое-то хранилище для контейнеров. То есть, это может быть как Docker Registry, как Nexus какой-то. Абсолютно любое хранилище, которое поддерживает внутри себя хранение Docker контейнеров. И есть Kubernetes. Сегодня уже о нем говорили, но опять же хочу немного остановиться на Kubernetes. Кто с ним работал, кто не работал, я коротко расскажу, что он может и как это все дело работает. Допустим, у нас есть Kubernetes. Это грубо говоря отказоустойчивое облако, которое использует оркестровщик Kubernetes. То есть отказоустойчивое облако имеет как бы само отказоустойчивое облако название говорит само о себе. То есть у нас есть возможность поднять инфраструктуру таким образом, что инфраструктура во-первых будет следить сама за собой, во-вторых эта инфраструктура будет понимать, что происходит с каждым контейнером, эта инфраструктура имеет внутри себя разного типа хелс-чеки, которые могут по-разному абсолютно проверять эти контейнеры и так далее. На данном рисунке, например, в слайде вы видите 6 контейнеров, допустим, этих 6 контейнеров мы подняли, проверили, окей, они работают. Но, например, через какое-то время что-то может произойти и мы не будем знать, работает он или нет. Тот же самый кубернетас при помощи каких-то своих внутренних дефолтных, ну не дефолтных, а каких-то внутренних хелс-чеков, настроечек, пойдет в каждый контейнер, спросит у него его состояние, получит ответ и будет понимать, что этот контейнер работает. На следующем слайде я нарисовал, допустим, несколько контейнеров умерли, что-то случилось, произошло. Окей, нет проблем, в кубернетас есть встроенные те же самые кубер-прокси и так далее, которые предоставляют нам абсолютно без проблем мы можем проксировать трафик между всеми контейнерами. То есть получается, если у нас есть, допустим, 6 контейнеров, два из них не работают, окей, не проблема, мы имеем еще 4 контейнера, которые абсолютно без проблем работают, отдают информацию, а те два, кубернетас будет спрашивать у них, в чем проблема. Допустим, мы настроили хелс-чеки таким образом, что у нас есть хелс-чек один, который отвечает за то, что контейнер будет становиться вот этот вот прокси, на него будет отправляться трафик, а другой хелс-чек будет работать на то, чтобы через какое-то время его там, допустим, переподнять. То есть зачем так? Вот мы, например, понимаем, что наш аппликейшн работает таким образом, что иногда он может выполнять какую-то очень тяжелую задачу, и к нему достучаться невозможно. А перезапускать его тоже, в принципе, не вариант. Мы можем его в какое-то время просто вынести с этого проксирования, и на него просто не будет приходить трафик. Но хелс-чек будет настроен таким образом, что и перезапускать его никто не будет. Да, конечно, можно и выставить и там время и сказать, что убей его, пожалуйста, потому что он уже не работает, все, ему торбо, и тогда в результате он сам кубернет, сам оркестровщик перезапустит этот контейнер. Здесь на рисунке я хотел показать, что облако не обязательно должно быть где-то в каком-то там, допустим, одном дата-центре или каком-то одном компьютере, каком-то, не знаю, сервере и так далее. Это может быть облако, которое будет находиться в разных местах. То есть, допустим, это будут две разных ноды, да, и если нам надо сделать так, что эти две разных ноды находятся в разных локациях, и мы понимаем, что у нас есть какие-то контейнеры, которым надо работать вместе, то есть, чтобы они были друг от друга недалеко, потому что у нас какая-то там очень важная сетевой коннекшн, не знаю, база данных какая-то, и нам надо, чтобы аппликейшн именно был друг с другом. Мы абсолютно без проблем можем разместить, сказать контейнерам, пожалуйста, вот этих вот два контейнера поднимайтесь на одной ноде, и они всегда будут подниматься на одной ноде, независимо, какая это будет из ноды. Это будет одна, другая, третья, десятая, все зависит от того, какая у вас инфраструктура. Опять же, scale, то есть, вы можете спокойно, абсолютно расширяться до нужных вам объемов, если не надо, вы можете сделать его намного меньше и так далее. Опять же, если нам нужна отказоустойчивость, то есть, мы понимаем, что у нас есть, например, несколько инстансов в окенде, и нам надо, чтобы они всегда работали. Мы можем абсолютно сказать без проблем тому же самому кубернету, пожалуйста, никогда не размещай эти контейнеры на одной ноде, вообще никогда. Он говорит, окей, я все понял. У меня есть 5 нод, я размещаю 5 контейнеров по 5 нодам. Одна нода упала, 4 контейнера, пятый, ресит ждет пятую. Все. И никогда этот контейнер не поднимется на одной ноде. То есть, мы понимаем, что у нас инфраструктура получается с нескольких нод, виртуалок, серверов, все что угодно. И в результате мы получаем отказоустойчивый кластер, который, в принципе, всегда доступен. То есть, в результате, если мы получаем вот такую ситуацию, что нет у нас одной ноды, все равно у нас environment продолжает работать, потому что у нас есть нужный нам контейнер, мы на него можем попасть, и у нас все прекрасно, все хорошо. Есть еще одна клевая фича кубернетеса, которая очень классно и очень часто спасает. Допустим, у нас есть две ноды, и мы говорим, что одна из них будет абсолютно выделенной нодой. Нельзя там подниматься никаким контейнером. Вот только этих два, и все. Вот другие не могут там подниматься. Бывают такие ситуации, сталкивались с такими похожими задачами в проектах, и вот такая задача как раз была. И да, это тоже можно реализовать. Но, опять же, вопрос, есть два варианта. Можно сказать, что поднимается только на этой ноде, нода упала, контейнеров нет. Нет, это не вариант вообще. У кубернетеса есть специальные конфигурации, которые разрешают нам сделать вот такую классную штуку. То есть, нода упала, контейнеры там, конечно же, не поднялись, но они аккуратненько уплыли на другую реальную ноду, которая в данный момент работает, и они продолжают работать там. Это идеально, потому что у нас как бы выделенной ноды нет, но environment все равно остался жив. Потом, когда нода возвращается обратно, мы получаем обратный же результат, контейнеры возвращаются обратно, и мы получаем весь environment опять такой же, как он был. Давайте вернемся обратно. Это коротко о кубернетесе я уже рассказал. Давайте вернемся обратно. Главная задача, что нам надо сделать? Запустить какую-то задачу, которая в результате возьмет контейнер нашего хранилища и отправит в кубернетесе. Опять же, кубернетесе это облако, это не сервер, это не виртуалка, это не какой-то ноутбук. в кубернетесе внутри облака могут быть все environment. Ну, конечно, продакшн лучше отделить, но, например, такие environment, как QA, Dev, легко можно засунуть это облако, и они абсолютно прекрасно, нормально будут работать вместе. То есть, нам не надо что-то городить, где-то строить все абсолютно отдельно. Это очень классное решение, если вам надо поднять быстро, ну, не знаю, насколько быстро, это все зависит от того, какие у вас девопсы и есть ли у них автоматизация на все это. Но у нас она есть, у нас все хорошо. Вот. А как эта вся инфраструктура в результате у нас работает? То есть, смотрим дальше. Есть у нас программист. Программист написал свой прекрасный код, отправил его в гид. Гид сделал даже не гид, а Дженкинс, увидел, что в гиде есть новый код, взял этот код, начал запускать свои чудо-задачи. Первое, опять же, вернемся, запустился сонар, который начал проверять этот код и начал делать какие-то свои тесты, которые в результате ответили комментом внутри гида, что все у нас отлично, код хорошо написан, все клево. Дальше автоматичный, была запущена джоба, которая билдила весь этот проект, все эти изменения, и она в результате провела на себе интеграционные тесты, отправила этот контейнер внутрь нашего регистри. После того запустилась задача, которая уже работает с кубернетесом. И тут, опять же, все очень просто. Взяли с регистри контейнер и отправили его в кубернетес. И, что самое главное, что вся эта инфраструктура абсолютно автоматическая. То есть, вам не надо ничего никуда нажимать, что-то куда-то ходить, где-то что-то запускать. Пришел девайлопер, напишал код, отправил в гид, все, привет, у вас на деве уже ваш код. Вам ничего не надо делать. То есть, все. Если вам, конечно, надо, вы можете поднять еще один инфармент и, например, отключить часть этого функционала автоматического деплоя и деплоить с какими-то своими версиями кода. Опять же, с версиями контейнера, в котором уже есть какой-то код. И, пожалуйста, тестить его. И там, если, допустим, это production, нет проблем, взяли нужный контейнер, отправили на production, все, привет, у вас все работает, все у вас отлично. Как это все выглядит в результате? Задача в чем? Что обычно, да и необычно, в принципе, всегда, недостаточно иметь автоматическую инфраструктуру, которая работает, надо еще понимать, что она делает. И очень важные есть разные абсолютные аспекты, которые дают нам возможность это все дело понять. Мы знаем, что у нас есть какой-то CI, в котором есть гид, сонар, дженкинс, докер. Окей, отлично. Но нам надо понимать еще, что происходит с этими контейнерами, с инвариументом и так далее. У нас есть логи, которые используют тоже, я думаю, всем знакомые стек технологии, которые в данной ситуации нам абсолютно подходят идеально просто в нашей инфраструктуре. Мониторинг, который дает нам информацию о том, как работает эта инфраструктура. То есть, взошли на этот же самый Zabbix, посмотрели, вот у нас все классно, он, если что-то произошло с инвариументом, отправил нам какое-то сообщение, причем Zabbix поддерживает десятки всяких мессенджеров, почт, ну, короче, все что угодно, вот, пожалуйста, туда можете прикрутить. И мы имеем информацию о нашем инвариументе, как он работает. Ну и Bacula. Bacula мы как раз сейчас внедряем, но раньше нам приходилось с ней работать неоднократно. Bacula очень классная система для бэкапов, потому что Bacula дает возможность не просто запаковать какую-то директорию внутри с кучей файлов, и эти файлы куда-то отправить на какое-то хранилище. Bacula имеет в себе внутри еще базу данных. При каждой упаковке новых бэкапов, то есть там она разная типа бэкапов делает, и фул, и так далее, то есть она дает информацию о том, что находится внутри. То есть ты можешь через консоль Bacula зайти и сказать, хочу вот этот XML-файлик позавчера, пожалуйста, мне его. Она говорит, окей, нет проблем, пожалуйста, вот вам этот файлик. Вот так оно выглядит, и самая главная фича вот этого всего моего спича, который я только что вам рассказывал, что все это находится в клауде. То есть вся эта инфраструктура находится внутри облака, за которым следит Kubernetes. Упал у вас Zabbix, нет проблем, пришел Kubernetes, говорит, Zabbix, надо назад, потому что надо это же дело тестить. Например, упал тот же самый Jenkins, пожалуйста, Jenkins, поднимись, потому что ребятам надо запустить какой-то билд и так далее. Вот в принципе это то, что я хотел вам рассказать. Дальше про Technical Support расскажет Влад и после этого вы зададите вопросы, мы вдвоем встанем и вам ответим. Хорошо? Ну окей, хорошо. Хорошо, давайте все поменяем. Задавайте. Задавайте. Мы решили поменять все. Да, пожалуйста. Я не знаю, микрофон, дайте микрофон людям. Кто тут главный по микрофону? Андрюха, помоги. Давайте без микрофона. Так. Да, да. Почему? Абсолютно неправильно. Потому что у вас размещена инфраструктура внутри, всередине кластера, так? Что такое кластер? Это десяток, допустим, 100 серверов, которые находятся в разных кинцах мира. И это кластер. И вы получаете, упав кластер, например, в Нью-Йорке в центре Манхеттена стоит дата-центр, который сгорит. Но у вас есть в Киеве дата-центр, который работает прекрасно. А кубернетис говорит, вау, у меня упал дата-центр, у меня три ноды или четыре. И он взял этот забег и в Киеве запустил забег, забег скажет, вау, чувак, там все не працюет. В цьому и суть Клауда. Это основная его задача. Я на самом деле не совсем понимаю, что вы имеете ввиду затруднить облако. Это как? Сказать работай медленнее? Ну, доступ какой? Например? Доступ? Нагрузка. Хорошо. Окей, хороший вопрос. Нагрузка. У нас есть нагрузка. У нас есть 10, например, контейнеров. Образно говорю, в любая цифра с головы. У нас приходит нагрузка на все 10. 5 упало. Окей, 5 работает. Нагрузка? Окей, есть система тот же самый AWS умеет напрямую работать с кубернетесом, он даже умеет покупать готовые ВНК. Пожалуйста, он покупает вам на лету ВНК, сетапит их, и, пожалуйста, нет у вас никакой нагрузки. Все, пожалуйста, забирайте. Да. Да. Это кубернетес от кубернетеса. Конечно, конечно. Понятя того, что выкористовывать от когось, окей. Дуже классно, когда люди рассказывают про разные софтинги, которые уже написаны. Есть очень много всяких софтов, которые дают возможность скачать из Git репозитории какой-то не знаю, Git-клон сделать софт, сделать пару билдов, запустить этот софт. Но этот софт очень классный до того момента, когда нужно что-то поменять. Вот нужно поменять, все хана, нет у нас функционала, потому что мы используем готовые какие-то решения. Тут мы используем голый кубернетес. Мы заходим на официальный сайт, который абсолютно прекрасный документация, шукаем потребные нам речи, если их нет, будь ласка, кто знает Go, можно прописать. Понятно, что инфраструктурные сервисы в интернете. Естественно. Окей. А для чего бакулы используются? Бакулы – это бэкапы. Бэкапы чего? Окей, классное даже питание. Есть у вас, например, какие-то конфигурации? Допустим, надо их где-то хранить? Правильно. Надо. Если у вас есть какие-то базы данных, вам надо дампы куда-то запахнуть? Опа. Тоже надо. Если у вас есть какие-то, не знаю, изменения, по всему что угодно, то есть, если работает какой-то проект, зависит все от проекта. То есть, если это проект, который, маленькая джава-аплекуха, которая тупо ничего не делает особого, такого супер-серьезного, просто лезет в базу и сравнивает какие-то таблички, это один вопрос. А если это огроменная инфраструктура, в которой там куча каких-то картинок, куча каких-то файлов, которые вы туда загружаете, куча каких-то вещей, которые надо иметь их бэкап по-любому, то есть... Нет, кубернетес это оркестровщик. Что такое контейнер? Да. И неизменно... Да. И ничего там внутри не поменяешь. Убил контейнер, все, нет у тебя кода. Новый принесли. Новый принесли, но он остался на том же шитапе, на котором был сначала. То есть, если ты по-любому маунтишь какую-то директорию, и эту директорию тебе же надо как-то забэкапить. То есть, да, ты можешь использовать внутренние способы маунта в том же самом кубернетесе. У них просто есть встроенные целые целые тумы для этого. Можешь использовать какую-то NFS, можешь использовать любое абсолютно хранилище. Но если ты, например, используешь какой-то там AVS, они предоставляют какие-то там возможные бэкапы, которые ты можешь делать. А если ты, например, построил... Очень много клиентов, очень много клиентов не используют AVS. Потому что они говорят, мы такие сисурные, что нам нельзя просто никуда никакой AVS выходить. Нам надо наконфигурить эту всю инфраструктуру на обычных серверах. Мы купили 20 серверов железных и, пожалуйста, сделайте нам все. Ничего ты там не сделаешь, абсолютно. нет бэкапов, нет информации. Вот так как-то, да. Что вы имеете на увазе Persistent Storage в ВК? Поясните. У нас використовується десь якийсь сервис, в якому потрібно зберегать данные між перезагрузками. Persistent Storage. И умирая нода, до якої Persistent Storage прикручен. Как происходит миграция? В Kubernetes есть готовые решения этого уже. Есть готовые Storage, которые ты можешь подключать напрямую до самого контейнера. Также ты можешь использовать Storage просто в ноду, на которой ты допустил. Простий приклад. Мы поднимаем тот же самый NFS. В NFS мы маунтим до каждой ноды и прямо на ноду маунтим наш контейнер. Все? Здравствуйте. Привет. Привет. На вашей схеме Continuous Delivery и Continuous Delivery я не увидел упоминания end-to-end тестирования. И в частности было бы интересно понять используете ли вы какие-то кастомные Deployment Strategies. Когда вы разворачиваете тот же контейнер в Kubernetes есть ли там такие варианты как Green Blue или постепенное переключение трафика автоматический rollback в случае Health Check Validate всякое такое. Опять же Kubernetes может очень просто эти проблемы например переключение трафика между контейнерами сделать. Просто вы простым скейлом решаете это все. То есть вы берете один контейнер который например у нас есть 4 контейнера 4 контейнера используют какой-то имидж. Вы берете скейлите эту всю инфраструктуру до одного допустим имиджа меняете настройки всех остальных и скейлите эту инфраструктуру до того количества имиджов которые были раньше. То есть у вас получается трафик при помощи kubiproxy уходит сначала на один контейнер а потом расходится на все остальные. У вас получается то что у вас инфраструктура вообще без всякого даунтайма абсолютно поменяла новый код. Все. Вот как-то так. Деплоймент я затрудняюсь на самом деле ответить на этот вопрос end-to-end тесты и так далее. есть часть автоматического тестирования о котором я говорил есть люди киевые тестировщики которые сидят и тестят а та часть инфраструктуры о которой мы говорили это допустим на продакшен никто так не заливает потому что до продакшена еще идут там environment киевые стейджинг где там еще заказчик приходит смотрит как оно выглядит и так далее как-то так. Вы упоминали интеграционные тесты но насколько я понял они происходят на этапе сборки самого контейнера то есть это все равно что вы там проверите вы не проверите интеграцию с сервисом правильно со всей инфраструктурой которая у вас развернута в вашем кластере зависит опять же что-то инфраструктура в смысле что не проверим доступность базы отдельно я еще не упоминал performance тестирование с поднагрузкой performance тестирование да но performance тестирование это вообще отдельный аспект это все технологии то есть я на самом деле никогда не видел проекта который при сборке контейнера проводит performance тестирование это вообще нам из сборки у вас же лучше это типа давайте сделаем performance тестирование Смотрите, давайте не переключим. Я не говорил ничего про сборку. Да, да. Коллега, если я упомянул что-то про сборку... Да, вы же я на ноутбуке сразу. ...по сбортывание, речь зла про... Да, да, я слышал. ...интенсивно не происходит на этом этапе. И не прибелтеть. И вот как раз на этом этапе выявляются те проблемы, которые... Допускаем простой пример. Не будем брать тысячу контейнеров, возьмем... Нет, 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 давайте просто возьмем три. Два. Решил два, так пускай будут два. Один это, например, возьмем, поднимем контейнеры базу данных, во втором поднимем всем любимый сейчас блокчейн, да. Нам надо проверить интеграцию блокчейна и базы данных. Это уже два, это не один. И мы такие приходим, начинаем билдить это все дело. Просто сейчас приходится с этим всем работать, и потом будет такой пример. И нам надо сбилдить вот эту всю штуку. Мы приходим, в интеграционных тестах отправляем какие-то запросы, проверяем, как интеграцию с базой данных. Также автоматически проверяем интеграцию с тем же самым блокчейном. И по сути мы какие-то элементарные вещи уже на этапе сборки можем сделать. Да, может мы не можем сделать чего-то супер особенного, но элементарно там какие-то простые вещи мы это сделаем. И в результате мы знаем, что контейнер, который уже поднимется, он приконнект. Опять же, у вас вся инфраструктура внутри облака. Что вам мешает приконнектиться к любому сервису? Тысяча, окей, нате вам две. Пожалуйста. Да, будет очень долго идти, да, но... Это уже решение, наверное, этой архитектуры. То есть, хотим мы это делать, не хотим и так далее. Как-то так. Я ответил. Ах, черт. А вы тестировщик, да? Да нет проблем, конечно, конечно. Конечно, конечно. Я всегда рад общению. Честно, Ansible. Потому что просто, доступно, но на самом деле можно использовать абсолютно любое. Вот как называл один из присутствующих, наш гость, можно использовать Puppet, Chef, все что угодно. Пожалуйста, что вы умеете, пожалуйста, используйте, разворачивайте. Ничего абсолютно тяжелого. Очень правильно, очень правильно говорил насчет того, что всегда у дворцев есть какие-то готовые решения, готовые наработки. Просто запустил, поднял и все взлетело. Причем, опять же, в том же самом интернете есть примеров миллион. Пожалуйста, забирайте и делайте. То есть, просто уже, ну это как, грубо говоря, как много кубиков, которые в результате нужно сложить в какую-то уже красивую, не знаю, картину или там какой-то environment. Взяли там что-то, там, там объединили, вот и у вас получается вот эта вся инфраструктура. Да? Он постоянно ее чекает. Да? Угу. Да, естественно. Он постоянно это проверяет. Постоянная доступность. Каждая нота подключается к мастеру, грубо говоря, который все это чекает. А? Конечно. У него есть специальные, там, время, доступа к всяким там. Он, мало того, ноду проверяет. Он проверяет, что внутри ноды находится. Он не то что, он не увидел ноду, он не увидел контейнера, он взял контейнер и поднял на другой ноде. Все, привет. Это уже вот команда технического саппорта все вам расскажет, что нужно сделать с завексом. Там просто чудеса. Они такие штуки делают, что я даже не знаю, как они называются иногда. Да. 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 Ну вот, допустим, упал у нас мастер, и что дальше? Мы вообще ничего не знаем. Это хороший вопрос, если, например, это на самом деле большая проблема. Потому что все зависит от того, где находится environment. Если, например, это Google Cloud, Google берет на себя эту часть. То есть они уже отвечают, и мастер находится, грубо говоря, у них. Если это у нас, есть несколько решений. Они все костыльные по сути, но можно решить. Допустим, можно использовать так званые там internal IP и так далее. То есть если у вас упал мастер, у вас трафик все равно остался. Весь роутинг внутри инфраструктуры остается. И у вас, в принципе, через какую-то ноду может уходить трафик. Но это, опять же, не сильно хорошо. Есть много решений. Можно использовать тот же самый Ingress, который будет там каким-то образом это все делать, решать частично. Можно использовать разные конфигурации. Но это да, это проблема. Это пока еще проблема, которая еще толком не решена. А вот разве это не тот случай, который коллега упоминал, когда падает мастер нода, то практически весь ваш логин, который находится внутри кластера, также остается недоступным для изучения, что же именно произошло с мастером. Хорошо, спасибо. Контейнеры же на месте остаются. Он не сможет какое-то время управлять. То есть если упал мастер, мастер не может взять и переподнять контейнеры и так далее. Но мастер поднялся, все взлетело обратно, все хорошо. Мастер на себя берет роль управленца как бы. Тем ли да, который говорит, вот ты пишешь эту часть кода, а ты вот эту. А если ты не написал, все уволен. Вот это мастер. А дальше уже все внутри. Сейчас новая версия кубернета, там вообще вся сеть реализована внутри контейнеров, которые там приподнимаются. Проблем с этим нет. Вопрос по поводу логов. Каждый контейнер знает, куда слать логи? Или кубернета помогает, забирает сам эти логи и пихает их в власть? Все реализовано внутри FluentD, который просто-напросто подымает. Есть несколько вариантов. Можно поднять как внутри контейнера, и он будет просто как, грубо говоря, на каждой ноде просто подымется один контейнер внутри FluentD, который просто будет забирать все логи, которые находятся на ноде. Можно поднять FluentD как сервис, который будет проинстален, допустим, в RPM, и будет делать, в принципе, то же самое. Это уже все зависит у нас, и тот, и тот вариант используется, потому что, например, если это ноды, то мы поднимаем внутри контейнеров. Если это какие-то другие сервера, на которых там нет кубернета, допустим, то мы можем использовать просветап этих локальных. То есть это вообще не проблема. О чем? У него есть свои специальные механизмы, которые за это отвечают. Специальный сервис. Бэкап Zabbix. Есть хранилище, в котором хранится информация, допустим, смотри. Есть нода. Нода – это, грубо говоря, ресурс. Это не хранилище информации, это ресурс. Это память, это проц. Все. Дальше все, что относится к хранению данных, это используется storage. А уже storage где-то находится в каком-то месте. Да, ты можешь, конечно, взять и на ноду что-то замаунтить, прямо на ноду. Но тогда это уже не отказоустойчивый кластер. Тогда он упал, и все, у тебя ничего нет. Твой пример как раз. А если у тебя упала нода, ну и до свидания, ну нет ноды. Хорошо, есть другая. Как обычно бывает. Нет. Нет. Почему они должны реплицироваться? Storage. У тебя есть файл. Файл хранится в storage. Storage паунтится на ноду, да? Он у тебя всегда там есть. На всех нодах он уже есть. Просто контейнер переподимется и… Ну хана нашей инфраструктуре. Если так настроили storage, что он упал, то плохо вы настроили storage. У вас люди, получается, читают все из стадоаута? Ну стадоин он все понимает, правильно? Да, да, все верно. А докер контейнер настраивают так, чтобы они сами там GSONY слали на… Это идеальная настройка. Если программисты так умеют настроить, это просто прекрасно. Не-не-не-не. Не плитуха. Плитуха пишет всегда, например, там, WealthFactors до логи. Именно докер контейнер… Да. Да. И сохраняет на файловую систему, где он находится. Может и так, да. Это абсолютно все поддерживается в… Да, потому что он идеально подходит. Может быть, есть еще другие варианты, которые можно использовать, но этот вариант делает все, что нам надо. И он хорошо работает. Всем привет. Меня зовут Влад. Я Team Lead, Technical Support команды. Ну, это все, что рассказывал Андрей, это вот к чему мы идем и стремимся и уже в некоторых новых проектах используем. Но что же такое вообще Technical Support? Для некоторых непонятно, то есть для чего он нужен и когда вот именно мы пользуемся этими услугами. Что же, давайте зайдем со стороны клиента. То есть для чего он… Допустим, ночь, там, у него время, у него падает очень важный сайт. Вот, все остановилось. Конечные пользователи, они несчастливы, они покидают его, клиент теряет деньги. И в этот момент он… Клиент задумывается. У меня есть development команда, которая все разрабатывает, все классно, да. Но случается что-то с дата-центром, получается, неважно, получается что-то с environment. И в ночное время, допустим, даже надо подключать команду Technical Support. В этот момент как раз клиент приходит и думает, что же должна обеспечивать и так же команда Technical Support. Давайте посмотрим, как это организовано в high-level инфраструктуре, скажем. Конечный пользователь, он контактирует обычно с L1-саппортом. L1-саппорт занимается обычно тасками такими, там, поменять пароль, спросить пользователя, там, какие у него проблемы. И если он не понимает, в чем уже, в логике приложения, он переходит, контактирует с L2-саппортом. 2.4 на 7 тоже командой. L2-саппорт, вот часто у нас такое бывает, L1 приходит, они не сильно разбираются, там, как это работает, что оно должно быть. К ним пришел клиент, говорит, проблема. L2-инженер, он смотрит, действительно ли существует эта проблема. Потому что на некоторых этапах ты просто говоришь клиенту, ты запусти браузер, и у тебя все заработает. Такое тоже очень часто случается. Но бывают даже другие ситуации, когда, да, действительно, там, есть какая-то допустим-бага, но она минорная, не требует сразу срочных изменений в продакшене, понятное дело. И в таком случае это передается на development команду, development команда уже в рабочее время, сколько она фиксит и выкладывает этот build новый в следующий релиз. Также случаются проблемы, когда мы мониторим любых систем. Это может быть New Relic, Zabbix, использоваться. Мы смотрим, приходит нам их давление. Инженер смотрит, да, видит, что-то не работает, сразу подключается. Конечно, лучше всегда успеть до того, как ты увидишь там клиент, чтобы не заэффектить никого, ни конечных пользователей. Если это проблема на стороне хостинг-провайдера, либо дата-центра, то уже контактируют с ними. То есть L2 команда, она, скажем, перераспределяет запросы, не нагружая девелоперов, потому что бывают даже случаи, когда просто клиент напрямую приходит и говорит, а там у меня там-там-там проблема. Мы эти запросы отфильтровываем от две команды и забираем их на себя, и общаемся уже и с L1, и с L3. Получается такой взаимосвязь и помощь L2 команде в этом всем. Используем тоже плюс использования в нашем случае, когда L2 команда с L3 использует те же самые пузы. Допустим, Jira, Backtracking система, Confluence и прочее. Мы коммуницируем вместе. Если это наша дев-команда, которая у нас, наши разработчики, это еще проще, у нас все инструменты рядом они похожи, мы все с ними разбираем и сразу же знаем, в чем проблема. И сообщаем клиенту, конечно, пользователю. Немного экскурс. Три года назад я пришел в компанию как раз, и все началось с одного маленького проекта. Это было не 24-7, это было 12 на 7. Было непонятно, как это все должно работать, что хочет там клиент, потому что он всегда понимает, чего хочет. Поэтому начали потихоньку-потихоньку запускать. Со временем количество клиентов начало расти, начали добирать больше людей, то есть нас сейчас уже намного больше выросло. Плюс мы в дальнейшем посмотрели, что разный клиент, ему нужен разный подход. Взяли один с примером клиента, он хочет меньше технических задач, чтобы команда исполняла больше, общалась там с пользователями, например, и обновляла. Поэтому мы там в тестовом режиме запустили такой олегинитарший саппорт. 24 на 7 интересует клиентов, которые хотят, чтобы у них работал всегда, постоянно, без перебоев. Если что-то случается, он знает, что он может скомментировать, сконтактировать с инженером в любое время дня и ночи, и он сможет ему помочь. Хотя бы даже в большинстве случаев клиент даже хочет, чтобы у него был какой-то фидбэк. Он слышал, что да, я здесь, я тебе помогаю, я тебе буду решать. Тогда он уже больше оптимистичен к решению этой задачи. Третий пример – это когда проект действительно очень большой. Несколько дата-центров там по миру разнесено. Тут требуется, конечно, помощь девопса, senior девопса, который будет помогать в настройке этой всей инфраструктуры, поддержать ее. Команда 24 на 7 это все дело поддерживает уже и помогает тем же девопсам. В настройке, то есть минорные изменения и тому прочее. Ну, это вот так оно в общем сейчас выглядит. Какой же сервис все-таки представляется? Интересует проективная, то есть мониторинг реакция с помощью всех мониторных паузов. Поэтому реакция – посмотрел, увидел, пришло сообщение, неважно где оно. У тебя в Zabbix монитор красный висит, либо у тебя там на почту что-то. Получил – пошел, смотришь – делаешь. Помощь. То есть часто так случается, что даже девопмент команды говорят – нет, нам доступ к продакшену не нужен. Ребят, ваша часть. Забирайте. Мы только дев-энвароменты. Кей крутим. Все, что это продакшен, у вас будут все пароли. Вы туда заходите и уже делаете все фиксы. Поэтому команда должна всегда иметь точный доступ к роду, к тому же, и знать, что она там делает, понятно, и обучена. Также, помимо того, что это идет наблюдение за всей системой, идет еще регулярный мейнтенс. Приходит клиент, говорит, мне надо поменять настройки Nginx, я хочу то-то, то-то увеличить, еще пятое, десятое. Либо девелопмент команды приходит, нам надо изменить лисовым портом поставить больше промежуток, еще расширить. Окей. Все, пошли, делаем, делаем. Надо поставить на мониторинг вот это, вот это, вот это, тоже. Пошли, там написывали юзер-параметры по тот же Zabbix, посмотрели, что, окей, данные прилетают, все, отдали, запустили. Daily Activities. Инфортаж, степен, мейнтенс. Тут больше приходит, там, от клиента запрос, надо поднять копию продакшена того же, для нагрузочного тестирования. Окей. Тут имеют даже больше те проекты, которые пришли к нам уже сготовлены. То есть, там, у нас не было возможности что-то в нем внутри изменить. Клиент пришел, вот у меня есть готовая инструктура, она там хранится, ажура, ВС, там прочее. Вы, ну, с ней надо уже работать. Внести какие-то сразу на ходу изменения нельзя. Поэтому работаешь с готовой, и копию прода там надо поднимать тоже, там, быстро. Но, к сожалению, когда ты руками сидишь, то все делаешь, намного дольше время в затягивающем из контейнера собирать. Бэкапы. Задачи, да, техника саппорта, то есть, не только смотреть, чтобы бэкапы делать, но еще и в резервное копирование и восстановление. Восстановление очень важно. То есть, падает продакшн, там, посмотрели, возраст мастер, он свалился. Надо сразу переключиться на слейфбазу данных, все компьютерации поменять, запустить. Каждый день, ну, лучше пусть это не случается, но таким приходится часто работать. Деплоймент новых релизов. Также, там, на стейджинг, на продакшн, их проверка, девелпинг команде, предоставление всей информации, там, логи, они посмотрели, сказали, ок, все, идем дальше. Деплоймент хорошо завершился, погнали. Логи, мониторинг логов. То есть, когда приходит, там, запрос, сначала первым делом, что делаешь, проверяешь, да, действительно, существует или не существует проблема, а потом уже идешь, смотришь, что там действительно есть, в логе, что говорит нам приложение, какую информацию туда можно вытянуть, передать, если надо, это дэвкома, разобраться самому, пофиксить, сделать продакшн рабочий. Систем мониторинг, как говорил, тот же Zabbix, юзер-параметры, которые кастомные, можно написать, New Relic, все, что угодно. Бахтрекер система, очень, ну, нам нравится использовать там бюджиру, прикольно, всегда можем сообщить и девелоперам тикеты, засайнить на PM, нет, назад забрали, саппорт тоже, большинство задач работает саппотики там, закрыли, отдали, все, вопросов нет. Ну и, конечно, куда у нас без документации? Так бывает, ну, вы знаете, ночное время, человек устает, конец там смены, например, смены там с 12 по 12 часов и не всегда сможешь быстро понять, в чем проблема, хотя ты знаешь, что она однотипная, она уже случалась. В этом случае используется простой конфлиенс, туда закидывается стэк там ранбуков каких-то, и вот случается там раз проблема, если мы знаем, что ее там, ну, она не фиксится, ну, такое случается тоже бывает иногда. Записали ранбуки, поставили, человек ночью, хоп, случилось, зашел быстро, прогнал его, все восстановил. И да, самое, наверное, интересное, это стэк технологии, с которыми сейчас приходится работать. Это только часть из тех, я его даже так назвал. Тот же, тот же Azure, AWS, Rackspace, не используйте его. В самой, ну, с операционными системами, на Linux, на Windows сервера, случается тоже там какие-то, ну, непредименные могут быть случаи с обновлением системы, приходит об обновлении, крэшится аппликейшн, саппорт приходит, давай все чинить. Все возвращает в рабочее состояние, отдает назад. Также новые патчи. Ну, вот, даже вспомню один случай. Если помните, недавно в процессорах Intel было ради новизивности, вышли новые патчи, все хосты, все клауды обновили своих клиентов. Как они сделали? Azure, ну, Rackspace вот не помню, Azure, они сяли и сказали, мы будем бутать ваши серверки в любое время на этой неделе. Мы, конечно, сидели и ждали. Просто-напросто, да, у нас есть записка, он сказал, у вас серверки бутнулись, типа, ребят, пойдите, посмотрите, все ли ок. Но это было не очень приятно. Там AWS подошел к этому другому, пришло сообщение, сказал, ребят, есть новые патчи, обновитесь, как будет время, все ок. Jenkins при деплоях на продакшн, Postgres, Postgres SPL, мастер-стребрепликация используется, Nginx, Apache, ну, вот все, что мы сейчас вот видим. И вот состоит в этом-то и проблема для technical support команды. У нас очень много технологий, и они очень быстро обновляются, то есть что-то новое появляется, выходит. Тяжело иногда бывает следить. Поэтому мы стремимся, вот как рассказал Андрей, к такой инфраструктуре, когда она будет более-менее однотипно, похожа, и которую можно представлять, ее ставить, ну, разным клиентам, если это интересно. В принципе, наверное, все. Так что вот к такому мы стремимся, а с таким работаем вообще. Да. Какие шары там между юропитниками? Экспертизу. Экспертизу, что вы имеете в виду? Нет, нет, конечно. Досконально – нет. То есть, допустим, на примере, там приходит новый проект к нам. Он использует, там, ажур, да. Он, мы с ним, допустим, не работали. У нас есть там определенный прежуток времени, когда на старте проекта, когда у нас там такой knowledge transfer. Мы ознакомимся с проектом, если мы с этой технологией там не работали, мы обязательно там берем курсы, проходим, обучаемся этому всему, и дальше уже только вникаем в этот проект. Шаринг, как вы говорите, этого всего дела. Документация, то есть, создается, если она есть, то мы ее изучаем. Если между коллегами внутри команды, тот же там, например, конфлиенс, там описать. Как даже вот используем, если знаете, какая есть Basecamp, как классная штука, там можно писать и комменты, и тачать картинки, и все-все-все прочее. То есть, приходит задача, бывает задача, она не решается за день. Поэтому человеку надо передать дальше. Он внутри все оставил, описал, приходит следующий инженер, видит, на чем закончится, забирает и дальше работает. Да. Да. То есть, судя о том, как вы сказали, вы все-таки какие-то универсалы, то есть, вы владеете всем этим технологиям, каждый еще в вашей команде? Или все-таки есть разделение? То есть, кто-то Windows-администратор, Windows-администратор? Есть небольшое, скажем, внутри. Кто-то с каким опытом смотера пришел? Например, я знаю, у меня в команде есть человек, который больше знает, работает с цисками, с делами. Ну, конечно, у нас, если эта задача не горит, это попрошу, потому что у него больше в этом опыта. После этого, как он сделал, он ребятам созвончик, «Ребят, смотрите, вот я расскажу, и как это все работает, и как это должно». А, то есть, все-таки вы действительно шарите, становитесь, чтобы… Чтобы все были в курсе, все были в курсе, да, всего этого. То есть, в команде внутри, без этого никак. А у нас были ли тех команды? Смотрите, сейчас… Ну, начиналось с двух, сейчас шесть человек, но я Team Lead. И еще очень важный момент. За последние полгода с команды внутри компании три человека ушло в DevOps. Сидите в одном офисе работаете? Да. Хорошо, еще вопрос. Вы используете мониторинг. Кто пишет правила мониторинга? Ваши команды или же вам не дают их… Сами. Приходят задачи, да. Мы есть, ну, тот же завик, скажем. Есть стандартные темплейты, которые используются, там, для мониторинга Linux, Windows Machine, там, прочее. Да. Есть нестандартные задачи. Вот, например, приходит, да, он говорит, у меня на этой странице статистика. Сколько пользователей сейчас активных на сайте, там, допустим, да. Окей. Забираем страницу, парсим ее, забираем этот кусок, перейдем в Zabbix и выводим на график. Даем клиенту, он заходит, смотрит. Все классно. То есть, вы сами занимаетесь охотом в сервисе. Ну, если там, например… К примеру. Кто там вы отвечаете за его работу и вы сами решаете, какие методы надо снова собирать, как правильно настроить мониторинг, сами все это пишете, да? Да. То есть, все ваши команды, все шесть человек. Ну, кто участвует тут, кто на смене, скажем так, кто сейчас, кто этим занимается. Спасибо. Пожалуйста. В интернете встречал разно многих структур. Есть разъединение с L1, H2, L4. А стандартная, самая основная – это L3. То есть, L1 – customer support, L2 – technical support и L3 – это development команда. Вот так вот. Да. Да-да-да. Так, у меня много вопросов, но я постараюсь только самые-таки интересные. Хорошо. Например, вы говорили, что ваша команда ответственна за new releases deployment. Есть ли у вас какой-то механизм интеграции, там, аппрува для получения, там, отмашки от ваших стейкхолдеров и так далее. Вот первый вопрос. Ну, давай. Хорошо. Да, зависит все от стейкхолдера. Некоторые стейкхолдеры не парятся. Хочу, чтобы работало, не важно, что вы там будете делать. Некоторые, да, приходят и нам надо ждать подтверждения. Мы выкатываем на этой неделе на staging. Клиента есть неделя, чтобы проверить. Он говорит перед продакшеном, за день до продакшена. Он говорит, окей, я проверил, все, ребята, огонь на продакшен. Идем и билдим. Второй вопрос. Есть ли у вас какие-то инструменты пейджинга? Потому что, ну, ваша команда находится 24 на 7. Вы физически в офисе находите? Да. То есть кто-то из вас, да? Да. И вы просто все время там смотрите в чаты какие-то или еще что-то. То есть, ну, ладно, я просто хотел сказать, что есть такие инструменты, которые просто на телефон звонят или еще что-то как-то нотифицируют. Ну, допустим, ладно. Да, да, да. Хороший пример. И тогда еще один вопрос. Вот вы упоминали про проектив, там, какие-то действия, которые можно, там, предотвратить какой-то там крэш или еще что-то, может какое-то замасштабировать инфраструктуру. То есть, ну, вот честно, вот при этом всем зоопарке и вас 6 человек, и вы явно не все на смене находитесь, у вас реально хватает ресурсов на то, чтобы еще заниматься проектив, там, этими всеми делами? Да. Хватает. Хорошо. Можно пример? Можно пример? Например, какой-то, ну, кейс, вот, когда вот действительно вы там мониторили, что-то увидели как-то на графике, что сейчас... А, и сработали когда-то напережение именно тут? Да, я тебе вспомню с примеров. Все зависит, ну, тут как мониторит ли это клиент, там, со своей стороны, допустим, да, он постоянно видит или есть у него или один, как-то там, саппорт. Бывает даже такое, скажу, там, за деплой на продакшн надо какой-то фалик поменять. За это не должен знать клиент. На одной ноте там есть несколько нот, ну, допустим, да, на одну ноту убираешь, быстро меняешь, возвращаешь, вторая нота и все. Клиент об этом не знал. Тихо, спокойно там, никто не переживает. Да, да, да. Я хотел запитати у вас, вы сказали, что, когда что-то вы знали, побачили, вы передаете там, ну, по тайрам перший, другий и дев. Я вот хотел запитать, как у вас цей рабочий процесс самоводбывается, когда вы техникул-саппорт что-то нашли, и как вы в подальшем вы это делаете, где вам, или вы это решаете, ну, вот такие вот вопросы. И, ну, думаю, просто, чтобы я уже, ну, вам уже якоюсь мировой будет уже до того. Я, ну, так, догадался с вашей доповедью, может, я помиляюсь, что вы много работы делаете вручную. Нет, ну, если там, видно, на крайнем слайде. Ну, вы сказали там, что, примером, там, запозрец вы говорили, что вы там что-то вручную меняете. Да, бывает. Ну, репликация, например. Вот, мастер падает, и в конфигоприложении прописано только в мастер сервер, например. Но рядом есть тоже конфиг для слейла, то есть у нас там заготовка. Ну, то есть у вас, ну, питание, власне, вручной работы, да, чтобы, ну, власне, это, ну, как на меня можно было бы автоматично сделать, но это не предмет зараз. Я имел в виду, смотрите, автоматически пишется в Ansible. Да, я хотела бы просто, да, чи вы, ну, шукаете что-то для себя, для, ну, чтобы вручную меньше работать, потому что, как вы сами сказали, инженер 12.1 працюет, он просто уже, может, на ходу там механично что-то и промазать. Да, конечно пишем. Вот большое количество серверов. Надо залить одно и то же. Например, мейтенс страницу поставить на десяток сайтов, например, они находятся на разных страницах. Мы же не будем руками заходить и ставить там, например, Ansible Playbook, раз-два, подменили, все. Когда мы видим, что-то можно автоматизировать, мы сразу это автоматизируем. У нас есть, там, даже примеры, надо с базы забирать какой-то отчет и отправлять ему клиенту, потому что клиент интересуется, там, по этой статистике. Мы не заходим каждый раз в базу, там, не забираем этот отчет, ну, select и не делаем ее. Настроили на Python, на Basha, написали скрипт, поставили его, настроили мейл, присылают на почту, хочешь, сразу клиенту отправляет его. То есть, приходит клиент, уже смотрит, какую задачу ставит, там, тоже мы думаем, как ее решить. То есть, и автоматизировать, конечно. Понимаете, технико-саппорт, нам интересно разбираться в этих всех вопросах, проблемах, то есть, которые возникают, но более интересно это все автоматизировать и поставить, чтобы оно было работой автоматически. Идеальный момент технико-саппорт спит. Да, это я, в основном, хотел почути. Ну, и, на первое, моё питание, будь ласка, как вы с дев командой работаете над, когда какие-то ищи выникают, появляются? Дякую. Да. Как это происходит? Если это репортит или клиент, или один команда, то есть, да, найдена какая-то проблема. Получает L2 в любое дне и время ночи, понятно, должна сразу определить, насколько критична эта проблема. То есть, есть high priority, там, проблем, это значит, блочит всех пользователей, это проблема. Есть low priority, значит, там, одного-двух, не страшно, подождёт, там, это время терпит. High priority, конечно, решается сразу же эта проблема. Надо понять, действительно она эффектит всех? Да, если да, то что надо сделать? Постановиться с бэкапа, вернуться к предыдущему состоянию системы. То есть, был релиз в четверг, у нас бэкапы лежат, там, ну, за среду, там, да, до предыдущего релиза. Назад, подняли, мы знаем, что предыдущий релиз работал, с ним было всё ок. Назад, вернулись, подняли, отдали, сказали, проверили, конечно, сначала, и отдали. Это, ну, в ночное время, да, произошло. Если с дев-командой пришли запросы, пришли там какая-то, ну, бага, там, что-то, да, что-то скрылось от глаз при тестировании. Создаётся так же самое, или 2 команда поняла проблему, максимально её описала. То есть, описала, там, шаг, там, вот, да, мы видим её, получила информация от клиента, но плюс к этой информации от клиента добавилось всё, что можно было вытянуть сервера, логи, статистику запекса, что это при этом было, что случилось с сервисами, то есть, падали ли, что было у провайдера, может, мы получили модификацию провайдера, что у него какое-то, что-то там в дата-центре произошло. Всю информацию собрали, если это, там, баги в коде скрыты, логи предоставили, закинули девам в тикет. Они пришли, утром посмотрели, поняли, в чём проблема, да, можем пофиксить сразу, там, нет, обсудили с клиентом, что в этом случае делать, и выкатили по рот. Нет, остановились там на этом этапе. Взаимодействие с ними у нас там, ну, разные там, скайп и всё прочее, то есть, мы постоянно с ними общаемся. Там, ставят они задачу, там, так же самое нам в джире, или мы им ставим какая-то проблема, вот к нам пришла, и мы на них её пересылаем. Вот так, да, да, да. Всё не так, да. Почему не так? Ну, скажем, посмотрим, как я и говорил там на стороне, AWS, Azure, с ними намного приятнее работать, с тем же самым саппортом, когда ты контактируешь с Azure или AWS, то есть, Azure нет, там, 9 кругового ада, с инди, скажем, которые тяжело добраться. Но, эм, на Rackspace, на Rackspace мы недавно с ним там, буквально, начали работать, и когда ты говоришь, ребят, у нас поднялся сервак, но нету сети, там, мы не можем даже к нему, без Сашу, зайти, в чём проблема? Такие, ну, мы не знаем, в принципе, ну, попробуйте перезагрузить. Класс! Это супер решение, то есть, не получаешь никакого фидбэка. Когда работаешь с AWS, например, там, что-то случилось, напишешь им, ребята сразу ответят, сразу скажут, что, если нет, перенаправить на другого ответственного человека. С Azure была ситуация. Случайно удалилась там кое-какая информация на Azure. Это всё лежало в ресурс-группе. В ресурс-группе там была база, она была не продакшн, ничего страшного там не было, но было неприятно. Девелзинг-команде надо было, пришлось бы это всё восстанавливать. Потратили больше, там, двух недель. Через... Началось всё с того, что я как-то попытался с Azure сконтактировать. Это была проблема, там, утром произошла. Скажем, часиком пяти вечера я только вышел на человека, меня перенаправили. Когда зашли вот ребята, которые у них на саппорте, посмотрели, ой, у вас нету там, не было бэкапов, потому что вы удалили срослую группу, а в ней были бэкапы. Мы ничего сделать не можем. Говорю, ребят, как это? Клауд? Восстановиться? Нельзя? Что? Ну, ладно, я отправлю вас на кого-то. Ещё так, ещё так отправляют. Приходит, конечно, там, Виктор с Лондона, уже не помню, как у него было интересно. Ребята, он задал правильный вопрос. Когда удалили? Я говорю, десять часов назад. Если бы больше трёх дней, могли бы попрощаться. Три-десять часов назад восстановили, буквально там, ну, денёк они потратили, чтобы это всё сделать, и вернули к рабочему состоянию система. Так, ещё вопросы? Тут интересно. Всё зависит, есть ли в этом проекте вообще девопсы. Такое бывает часто. Проект старый, там, ну, старые серваки, им не интересуют клиента, чтобы у него был девопс. Ну, это работает, да, ребят, смотрите, занимайтесь. Но, да, если есть там у нас команда или девопсы, то есть там уже мы распределяем, ну, как, уже внутри между собой. Мы знаем, что техникал саппортом, мы забрали какой-то стек, который usual tasks, скажем, таких. ProLius unusual, с которым мы постоянно инструментами работаем. Девопс, он уже сверху всю инфраструктуру видит, и уже помогает, там, если надо, нам с одного доцента, с другой доцента. Пожалуйста, там, помог с этим, там, оп, сделай. Это, это, третье, четвертое. Ну, тут, тут зависит от задачи, какие стоят. То есть, какие-то уходят на девопсов, какие там саппорты. Вот те же. Да. Да. Да, вот тут интересно в том, что развернуть кубернетис и отдать саппорту на это все. То есть, сделали инфраструктуру девопсы, закончили, сказали, ребят, готово, забирайте. Передали на нас, и мы уже с этой системой работаем. Нас, Zavix, там, тот же, логи. Все у нас есть, все мы знаем где, в одном месте. Она, ну, уже однотипна для вас, скажем. Что не надо туда что-то доделывать, либо вот. Такие бывают случаи, да. Есть клиент, который сказал, ребят, нам не надо разработка больше. Ну, типа, у меня стабильная версия продукта. Мне нужен чисто саппорт, чтобы ничего не случилось с этим. Чтобы, если вдруг что-то случится, вы могли это сразу решить. Да, да. Это если клиент не заинтересован дальше в девопсах или развитии своей инфраструктуры. Понимаешь? Тут все зависит. Мне хочется дальше развиваться. Мне хочется дальше подключать, чтобы у меня было больше пользователей, чтобы это работало лучше. Этот. Если интересно, конечно, там подключается в предевопс, если это невозможно решить командой саппорт. Да, да, да. Да. Да, да. Да. Приходит, я уже говорю, работаю как и старыми, так вот и с новыми системами. Со старыми тоже пришел. Клиент говорит, ну ничего менять не будет. Угу. 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 Как это вам такое делаете? То есть, вы сами или у вас же лопс выспокой? Помоги? Все, все зашито уже в контейнер. Ну, мы, на нашем примере, используем не тот запикс, который уже в контейнере. Но у нас свой отдельно, который там, он из реплика, с бэкапом, там все-все-все, он внешний, скажем так, потому что предоставлять разным клиентам доступ, чтобы они заходили, смотрели какие-то статистики и тому прочее, то есть есть статический эпичник, запихнули в Zabbix-агент конфиг, закинули, что тебе надо сделать, это просто зайти, после разворачивания этой инфраструктуры, просто зайти на Zabbix, создать эти хосты, забить эпичники, и ты получаешь весь мониторинг, вот, все, что находится в Kubernetes. И нестандартные так же самое, ну, то есть, что, смотря что надо мониторить? Нестандартные проверки, что именно? Мы настраиваем это все, да, конечно, мы, смотрите, понимаете, ну, это было нелогично, если мы кому-то это отдали или сказали, это там, любовь сам настраивать. Нет, 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 нет. Как вы понимаете, больше, а как? Совместно, во-первых, настраиваем, потому что команды внутри, ну, смотрим на что и как, и дальше, когда уже саппорт этим занимается, мы смотрим, какие возникают проблемы на продакшене. Например, на нодан загружено 95% всегда, ну, ничего не сделаешь, триггер поднял, высшая порога, все. Тут надо мониторить, зеркалировать, там, в MySQL, там, что есть зеркало. С базы забрали, там, эту единицу, например, что, да, мы знаем, что она рабочая, всегда запихнули в user-parameter, передали запекцию, мы всегда знаем, что все ок. Только они ок, сразу триггер. Еще вопросы? Конечно. Джекпот вопросов. Так, чисто из вашего опыта, вот, ну, я предполагаю, что ваши заказчики, там, end-юзеры, они, там, со штатов, поэтому, если что-то происходит из-за, там, недавнего релиза, то это как раз происходит ночью, да? Были такие кейсы, когда, вот, ну, система ведет себя не так, как предполагается, а бэкап не вариант, потому что там были изменения не только в данных, но и, допустим, релиз, там, из мини-версии, там, какого-то аппликейшена. Что вы в таких случаях делаете? Поднимаете ли вы, там, своих разработчиков ночью, чтобы они, там, сказали, что же делать? Тоже такой скользкий момент, назовем. Все зависит от критичности, то есть, насколько большой клиент, насколько большая они по стуку и сколько это эффективно. Мы видим, что, там, ну, особо, не сильно, там, немного польза делает эффективно. Конечно, мы не будем трогать, там, удовольствия. Но если мы видим, там, что все вообще в крах, там, и мы знаем, что мы уже техникулской команды не можем это решить, там, по определенным причинам бага закрыта, там, в коде, и, ну, мы не девелоперы. Ну, это понятное дело. Конечно, тогда, если клиент поднимает все звонки, пишет во всех чатах и все делает, конечно, да, уже что-то приходится делать. Иногда и кому-нибудь сервис-девелоперы. Дополнительно оплачивается? Все зависит от клиента. То есть, некоторыми это прописано заранее, то есть, некоторые клиенты даже, они хотят, они знают, что, ну, вот, это IT-область, такое случается, там, что-то бывает. Они говорят, ребята, нам нужно, чтобы на телефоне были девелоперы. Ну, вот, у них просто лежал телефон, там, все, их там два человека, но они знают, что телефон может зазвонить, допустим, ночью. Честно, не помню, не помню случая, вот, вот, сколько вот за три года, вот, чтобы именно звонили ночью, поднимали девелопера. Стараются, наши девелоперы стараются нас не трогать, вот, чтобы у нас такого не случалось.